Цепная реакция. По всей стране на грани закрытия целый ряд ТЭЦ и крупных промышленных предприятий. И все это последствия блокады торговли с оккупированной частью Донбасса. Точнее, отсутствие поставок энергетического угля. Кто может пострадать от этого уже в ближайшие дни? Об этом нам расскажет Олег Решетняк. Он сейчас находится в Донецкой области. Олег, здравствуй, расскажи, о каких результатах блокады мы уже можем говорить? Добрый вечер, Катя. Вот если буквально вчера я еще рассказывал о том, что результатом железнодорожной блокады стала остановка двух крупных металлургических заводов на неподконтрольной Украине территории, то сегодня уже приходится констатировать, что в свою работу вносят коррективы и предприятия на подконтрольные ее части. Речь идет о Краматорской и Сумской энергоцентралях. Сегодня там заявили, что из-за отсутствия поставок угля в качестве топлива будут использовать газ. На эту новость у себя в Фейсбуке очень позитивно отреагировал и нардеп от самопомощи Семен Семенченко, который всячески поддерживает радикальные действия в виде блокады. Так вот, по его словам, газа в нашей стране достаточно, а значит, дескать, никто не замерзнет. В то же время эксперты энергорынка говорят, что с запасами голубого топлива в стране напряженная ситуация. Давайте послушаем. Наверное, это очень ценное мнение господина Семенченко. Пусть он ответит на вопрос, во-первых, кто заплатит деньги за... То есть газа может пока... Да, пока хватает. Но просто переход ТЭЦ, он явно не входил в планы правительства и нефтегаза Украины. Каждый там куб газа, который не был сожжен на Краматорской ТЭЦ, из-за которого не накопили до угла, это большой плюс. Потом уже опять же начнется червиться вой о том, что нам нечем платить за газ. Ну, по неофициальной информации, уже завтра могут остановиться Винницкая, Криворожская, Львовская и Приднепровская ТЭЦ. То же самое может произойти и с Днепровским медкомбинатом. Он на грани закрытия. Об этом заявляют при службе предприятия. Медкомбинат недополучил 25 тонн коксующего угля. Руководство просит государство облегчить ситуацию и снять налоговую нагрузку. Так как взамен угля, который не приехал из Донбасса, придется покупать топливо в Польше, а оно дороже. Если говорить в целом, то, конечно, список проблем можно продолжать и продолжать. Например, Краматорский ферросплавный завод тоже заявляет о возможном закрытии. Сбой с поставками топлива нарушает целый цикл производства. И это может привести к еще более негативным последствиям. Об этом уверяют эксперты. Тогда будет два пути, оба из них неприятны. Первый путь ограничить поставки газа промышленным предприятиям, прежде всего, что, опять же, обозначится на экономике нашей прекрасной, украинской. Второй ограничить поставки газа, ну, потом, населению. Ну, это совсем уже плохой вариант, но это в теории также возможно. И третий вариант это сорвать транзит российского газа страны Евросоюза. Ну, как видим, ситуация ухудшается. Мы продолжаем работать здесь, в Донецкой и Луганской областях. И будем информировать вас о всех, как бы, важных событиях в студии. Олег, спасибо тебе за детали. Спасибо.